День памяти преподобного Исаакия Далматского отметили в северной столице Божественной Литургии. Ее возглавил викарий Санкт-Петербургской епархии архиепископ Петергофский Амвросий. Под куполами знаменитого Исаакиевского собора прихожане и паломники со всего мира объединились в общей молитве. Я приехал из Москвы сам в соборе первый раз. Зашел, мне просто поразило его величественность, все его своды, отделка. Действительно, это поразило, мне очень понравилось. Мы приехали из Болгарии в первый раз в этот храм, и мне очень нравится. Очень величественный, так как я нигде не видела вот такой. Собор поражает своими масштабами. Действительно, чудо архитектора Агюста Монферрана. Паломники и туристы со всего мира восхищаются этим величественным храмом, Исаакиевским собором. Он поражает своей красотой и необычностью. В общей сложности храм возводили и украшали около 400 тысяч человек в течение 40 лет. Художественное оформление включает крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX века. Он был воздвигнут по указу Петра I во имя преподобного Исаакия Далмацкого. Именно в день памяти этого святого родился император. Имя державного строителя России было помянуто в престольный праздник собора за божественной литургией. Ее возглавил архиепископ Петерговский Амвросий. В своем слове Владыков вспомнил житие преподобного, рассказал о его монашеском подвиге и подвижничестве. Преподобный Исаакий жизнь свою помогал за Святое Православие. И именно Святое Православие было, есть и должно еще больше стать самый главный доминант в жизни жителей нашего города. Преподобный Исаакий боролся с ересами и неправильным учением. И это тоже нам урок для размышления. Самое главное в этом святом, мне кажется, это то, что он был ревностным защитником православной веры. Это как раз то, что необходимо сейчас всем нам и было необходимо в советское время, когда храмы закрывались, когда богослужения практически не совершались в ведущих, в главных соборах Санкт-Петербурга. И православная вера была гонима. Сейчас она не гонима, но этап другой. Необходимо благовестие, проповедь Слово Божие, приведение людей ко Христу. Несмотря на возвышенность и благолепие собора, здесь чувствуется уютная молитвенная атмосфера, говорят участники литургии. Сейчас храм является музеем, но здесь регулярно проводятся богослужения. И то, что по молитвам горожан к преподобному Исаакию собор сохранился во время Великой Отечественной войны, это дает возможность людям приходить ко Христу, молиться, исповедоваться, причащаться.